Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. В прошлом мной был совершён поступок, который бы только был правильным, но тревожность на его счёт всё равно осталась, так как долгое время я испытывал за него чувство вины. Сейчас и до сих пор осталось тревожность, что, может быть, всё-таки можно было сделать иначе. Как успокоиться и принять то, что иначе действует, но на тот момент я не могла и всё делала во благо. Почему-то тревожность в страну не проходит. Я поживный тревожный человек, нет ощущения точки и осознания, что всё правильно и так, как нужно. Я перфекционистка и хочется всё делать идеально, а поступок, хоть и был верным, но показывает, что я всего лишь несовершенный человек, а это мне непросто принять в себе, что идеальных выборов нет. Ну, на самом деле вы сами отвечаете на свой вопрос. Говоря о том, что, по сути, что ваши чувства вины связаны с тем, что вы перфекционист. То есть, вот вы поступили как-то не идеально, это задело вашу нарциссическую часть личности, и, соответственно, вам от этого больное чувство вины. Вот. Поэтому работать здесь нужно, на самом деле, с перфекционизмом, с самооценкой. Вот. В первую очередь. А во-вторых, как мне кажется, ну, нужно бы немножко развенчать вот эту вот идею о том, что вы делали во благо. Вот. Потому что благо – это такая очень абстрактная история, на самом деле. Благо каждый понимает по-своему, да. Вот. Вот. Вы что-то делаете во благо. Человек – другой. Ну, считают, считают, что блага никакого нет в том, что вы делаете. И это заведомо такой путь ложный. Вы поступаете, скорее, не во благо. А вы поступаете, скорее, потому что вам так хочется, потому что у вас такие ценности. Потому что вам что-то кажется важным. И этого достаточно, чтобы совершить какой-то поступок. Другое дело, если вы хотите одобрение. Другой вопрос. Это про путь же самооценку. Идёт речь в какой-то степени, хотя там есть нюансы. Вот. У всех свои, конечно же. Вот. А если вы хотите одобрение, то это другой момент. Но, в целом, вы поступаете так, потому что вам кажется важным. Ждёт. И, понимаете, в чём парадокс? Когда вы стараетесь быть совершенной и поступать идеально, вы отрываетесь от того, чего вы хотите, от своих ценностей. И становитесь всё более такой вот кристаллизованной. Когда вы действуете в соответствии с тем, что вам важно и чего хочется, вы становитесь, наоборот, не совершенной, но более живой и более свободной. Только вы себя обесцениваете из-за своего перфекционизма. Вследствие чего вам это тяжело принять. Здесь нужно сказать, что обесцениваете себя, конечно же, не вы сами, а какие-то люди некие у вас в сознании. Да, как бы, как бы, вот, повторяете, уже не осознавая этого, да, повторяете какие-то фразы, которые вам когда-то сказали более-менее значимые люди в вашей жизни. И вам необходимо себя от этого отделить. Самый лучший способ начать это делать, кроме психотерапии, что было бы наиболее эффективно, это заметить, когда вообще вы начали стремиться к перфекционизму, ну, то есть стремиться быть идеальным. Вот. Понимаете? Отдаете ли вы себе отчет, например, в том, что, ну, идеально быть невозможно, что все люди несовершенны? Вот почему, там, кто-то принимает, да, что он, ну, что он несовершенен, а вы нет? То есть в чем, вот, в чем эта разница, как бы, как бы такая вот, ну, когнитивная, да, получается? Новый год. Ну, а в узком смысле, локально, тревожность связана со злостью. Вы злитесь на ситуацию, например, вы злитесь на людей, например, да, которые, вот, вас как-то не оценили. А в данном случае вина приводит. Это праздновательство, которое вы себе, ну, отвергаете, потому что злость тоже, наверное, показатель несовершенности человека. Вот, и вы это от себя спрягаете, не выражаете, что-то наформируете в, ну, какую-то компенсаторную деятельность. Вот, и в итоге это просто становится, да, кругом, да, по которому вы бегаете и не можете из него выйти. Поэтому необходимо это, этот круг необходимо разорвать. Методы работы могут быть разными. Вот, то есть, это когнитивная поведенческая терапия, это гисталь, это подход, это клиент-центрированная терапия, это психоаналитический подход. Проективные методики. То есть, как бы, вот. Много. Всего-всего. Но ключевой момент заключается в том, чтобы вы отказались от идеи благ. Вот это что-то находится за вашими пределами, за пределами вас. И больше переключили свое внимание на ценности. Вот из каких ценностей я поступал. Потому что ценности, они не совершенны. Просто из-за того, что, вот, есть один человек, есть другой человек, у них разные ценности. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, чтобы позволить вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова